Христос воскресе Мы с вами сразу на русском, чтобы было понятно. Итак, будет отрывок Евангелия от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15, пожалуйста. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел, было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Прежде чем мы с вами будем детально по предложению разбирать, пожалуйста, вот несколько слов, главный смысл. Ну, смысл здесь достаточно простой. Господь продолжает привлекать к себе весь народ израильский, всех верующих и неверующих через исцеление. Потому что большинство людей приходит к Богу, убегая от своих каких-то скорбей, болезней, печалей, невзгод. Это и сейчас происходит, это и тогда было так же. Это общая, так сказать, тенденция человеческого рода, что пока гром не грянет, мужик не прикрестится. Даже поговорка у нас есть такая в России. Соответственно, здесь Господь так же, зная это качество человеческой натуры, Он шел и исцелял. И это привлекало к Нему тысячи людей. То есть мы в других местах Евангелия считаем, что там пять тысяч человек за ним ходило, там четыре тысячи накормил он пятью хлебами и двумя рыбами. Ну, то есть это продолжающаяся евангельская проповедь Христа всему народу. В данной ситуации это уже в городе Иерусалим. Потому что, ну, конечно же, на праздники много народу стекало с Иерусалим. И здесь Господь так же в этот момент пришел на праздник. И, конечно же, вот этот исцеленный человек, он, естественно, привлек Господу огромное количество людей. Да. Начало после сего был праздник. То есть после сего, после чего? То есть там тоже какое-то было исцеление царедворца, сына исцелил. Господь, он пришел в Иерусалим, то есть он не был в Иерусалиме перед этим. Он исцелял и в Капернауме, и в других, и в Теверяде. И много прошел городов, и весь, и прежде чем пришел в Иерусалим. И по всему этому пути огромное количество людей было и исцелившихся, и от бесов. Господь исцелял и от болезни, и от всего. Множество чудес проводил, производил Господь. Ну, теперь очередь дошла до Иерусалима. До Иерусалима, потому что это столица израильского государства. И, конечно же, невозможно, по словам Господа, пророку не быть убитым вне Иерусалима. И Господь пришел в Иерусалим и здесь проповедовать. Потому что здесь тоже масса людей, которые Господь также хотел спасти, привести к себе и в вечное, так сказать, жительство. То есть, чтобы они крестились, чтобы они уверовали, чтобы они покаялись, чтобы они уверовали в Господа Иисуса Христа. – Был праздник иудейский. О каком празднике идет речь? – Ветхозаветная Пятидесятница, то есть это не та троица, которую мы празднуем. Это празднование, хотя в один и тот же день происходило празднование Пятидесятницы. Это мы празднуем схождение Духа Святого на апостолов, 50-й день после воскресения Христова. А Ветхозаветная Церковь Иудеи, народ израильский, праздновал получение каменной скрижали с десятью заповедями Моисеем на горе Синайской. Там, где ему явился Господь и где были написаны те десять заповедей, которые мы до сих пор знаем и стараемся соблюдать. Вот это было в 50-й день по исходе их из Египта. Собственно, это и праздновали. – Это то, что наследие от Ветхого Завета, да? Десять заповедей осталось. – Да. Десять заповедей – это не заповеди, которые дал нам Господь Иисус Христос. Эти заповеди нам переданы по наследству именно тогда от Ветхозаветной Церкви. И эти десять заповедей привнесены верующим пророком Моисеем с горы Синай, где он, собственно, 40 дней общался с Господом. И после этих 40 дней, спустившись с этой горы, он принес народу израильский десять заповедей и сказал, вот это надо соблюдать. И настолько он был просветлен общением с Богом, что лицо его светилось, лучи света исходили от его лица, и народ просто даже боялся на него смотреть и подходить к нему. Поэтому пришлось ему с этого момента свое лицо закрывать такой тканью, то есть одни глаза остались открытыми, по просьбе народа израильского. Иначе, говорит, мы к тебе боимся подходить. Такой вот благодатью этот пророк от Господа был облагодетельствован. Да, а Господа Иисуса Христа, заповеди, они фактически те же, десять, но они более расширенные, да? То есть там, если, например, не пролюбодействую, говорится, то здесь уже Господь говорит, что даже взглядом ты уже пролюбодействовал, да? То есть более расширенные. Ну, Господь говорит, что я пришел не отменить закон, а исполнить его и раскрыть его глубинную сущность. Потому что десять заповедей ветхозаветных, они как бы внешнего такого поведения касаются. А Господь осветил их внутренний смысл, внутреннее содержание через свою пробовать евангельскую, через то учение, там, заповеди блаженств, там, как, опять же, на вопрос отвечал Господь. Что, какие заповеди выше всего, да? Возлюбие Бога и возлюбие ближнего. Вот десять заповедей можно разделить на две части. Первые четыре заповеди – это возлюбие Бога, а остальные шесть – это возлюбие ближнего. Соответственно, Господь только не отступая от них, Он их просто раскрыл. То, что в них содержалось не внешние какие-то, так сказать, действия, а внутреннее содержание этих заповедей, Господу было раскрыто и исполнено, конечно, и дано нам для нашего, так сказать, спасения. Да, положено. И тогда было сейчас, наверное, да, в празднике пребывать в храме. И, наверное, поэтому Господь тоже в этот день приходит туда, в храм в Иерусалим. Ну, это же традиция тысячелетняя, то есть это еще пророк Моисей заповедовал, тогда храма еще не было, это была Скиния Завета, да, и он преподал определенный такой устав Ветхозаветной Церкви, где в праздники обязательно надо было прийти или в Скинию, или потом уже храм Соломона был построен, в него прийти. И дать жертву за грехи свои, помолиться Господу. То есть это целая такая была традиция из поколения в поколение передающаяся. И так как народ израильский жил не только во времена пришествия Христова, не только в Иерусалиме и в окружающих, так сказать, весях, но и по всей Римской империи народ израильский тогда жил, то на праздники такие большие, как Пасха или Пятидесятница, стекался народ со всей Римской империи в Иерусалим, потому что храм был только единственный на всей планете Земля храм истинного Бога, это в Иерусалиме. И именно в этом храме проповедовал Христос, и именно в этот храм народ со всей планеты Земля, можно сказать так, с Римской империи стекался народ израильский для поклонения и отдания жертвы за свои грехи. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купалина. Что это за овечьи, овчьи вороты? Ну вот как раз я начал про жертвоприношение. Это сейчас у нас бескровные жертвы в храме совершаются. А тогда в храм Соломона буквально целыми стадами пригонялись телята, овцы, козлята, голуби приносились. И это приносилось в жертву Господу по уставу, повторюсь, ветхозаветной церкви, который был дан Моисеем, пророкам. Они вводились в врата. Город Иерусалим был окружен стеной, и у него было несколько врат. И вот одни врата назывались овчьими. И чтобы из этих врат попасть уже в храм Соломона, нужно было потом еще по улицам провести овец. Но овцы, которые были, так сказать, только с пазбищ пригнаны, они, естественно, были достаточно грязными, и их надо было помыть. Поэтому прямо около этих врат, буквально там в 100 метрах от них, была купель, в которую эти овцы прежде всего загонялись, омывались там, и потом уже их ввели в храм Соломона для жертвоприношения. Это было до того периода, когда сейчас это совершается? То есть в этих же, где раньше овец купали, там уже, получается, это купальня? Там же это купальня находится. И сейчас эта купальня тоже есть, но она, конечно же, не действующая. Она, причем, ниже уровня земли, потому что за эти тысячелетия уже поднялся уровень земли, и улицы поднялись. Но эти все ходы, эти все притворы, пять притворов, и даже водичка там течет в этой купальне, конечно, не так многоводно, как было в те времена, но все это сохранилось, и это можно посетить при желании, паломнической, так сказать, поездку, организовать и туда прийти, посмотреть на эту овчую купель. Она и сейчас есть. И в этой купели вот эти ходы, они также достаточно высокие, где-то, наверное, 103 человеческих такие арки. Их раскопали, их можно посетить. И в этих арках течет ручейки, и, соответственно, там же лежали больные, страждущие, немощные все. Во-первых, потому что летом очень жарко, и там хоть какая-то тень была. Во-вторых, то, что они ожидали исцеления, потому что туда сходил ангел Господень, в эту воду, в эту купель для овец, и возмущал, то есть вода приходила в движение. И это раз в году практически было, хотя, может быть, и чаще, но вот... Ну, редко, редко. Очень редко, да. Это зависит, наверное, от того, как Господь даровал, в какой год, сколько раз. Но, тем не менее, вот они ждали этого возмущения, движения воды, чтобы туда опуститься и исцелиться. Да, и тут началось полкодня, наверное, кто там первый друг другу под ножку подставит. Ну, представляете, там десятки, если не сотни человек, лежат в этих проходах. С разными водей, с ними абсолютно. Да, с разными, там кто-то заразный, кто-то не заразный, кто-то там двигаться сам может, кто-то не может, кто-то лежачий. С ними родственники, потому что, если они лежачие, то есть за ними надо ухаживать, их надо кормить, их надо там как-то поддерживать в жизни. То есть, ну, представляете, какой-то там, ну, такой вот, как базар, можно сказать. То есть это все очень, так сказать, нагружено было человеческой скорбью и немощами человеческим вот это пространство. И, конечно же, Господь туда пришел, в это место скорби и человеческих болей, но выбрал всего лишь одного. Мы сейчас дальше уже более подробно перейдем. Еще хотелось бы к овечим, да, вратам вернуться. Наверное, есть тоже какой-то глубинный смысл. Ведь Господь неспроста же в Евангелии, она называется добрым пастырем. И как святые отцы говорят, мы овцы пажите Божьи. Наверное, тоже есть. Ну, действительно, во всем Священном Писании, и раньше мы об этом говорили, что есть два смысла. Первый смысл – это исторический смысл, какой-то такой достаточно простой, легко понимаемый внешний смысл. И второй смысл, который внутренний, глубинный смысл, аллегорический смысл, который также несет для нас поучение информации. И не зря Господь нас называет овцами, не зря Он говорит, что овцы мои узнают голос мой и пойдут за мною. И я их приведу на такие хорошие пажите, то есть на хорошие луга, где они будут пастись. Господь говорит, что я приведу вас в Царство Небесное таким образом. Естественно, овчья купель, она и для людей. И здесь мы видим, что здесь овец-то на тот момент и не было. Там были больные люди. То есть именно они омывались в этой овчьей купели, и именно к ним, как к овцам своего стада, Господь пришел. И это и сейчас к нам относится. Мы также являемся овцами Божьими, которые, если слушаются, если неупрямые, строптивые овцы, если слушаются, то мы идем за Господом, слушаем Его голоса, и Он нас вводит в Царство Небесное, как свое стадо своих овец. Многим, наверное, покажется такое сравнение с овцами. Ну да, есть люди, которым это не нравится, аналогия. Но если разобраться, то каждый человек в этом мире соблюдает те или иные законы, ну хотя бы законы физики или какой-то биологии. То есть потому что есть две ноги, две руки, а почему вот именно столько, почему вот так мы устроены, почему есть там сила притяжения, это же тоже нам фактически навязано, лоботей не быть, например, если в фантазии удариться. Есть светило, Солнце, Луна, почему так, почему одна Луна, не там 4-5, почему Солнце одно, а не два. То есть это же, мы видим, во Вселенной есть различные планеты, почему вот именно так Господь здесь нам дал жить, и мы по неволе должны дышать, должны кушать, должны болеть так или иначе, и должны умирать. Почему это так? Все же все равно хотят, они или не хотят, они все равно вот в этой парадигме, они существуют, они соблюдают эти законы по воле или по неволе. То же самое, и эти все законы, это же Господь их создал, весь этот мир создан творением Божиим, со всеми, так сказать, составляющими, и хорошими, и не очень для нас. То же самое и в Западе, Господь создал. Здесь можно такой аналогии привести, что если мы пользуемся машиной, автомобилем, или стиральной машиной, или холодильником, к ней всегда инструкция по эксплуатации прикладывается. Если машина, автомобиль, то там есть правила дорожного движения, которые также надо... Если мы этого не делаем, мы попадаем в аварии. Если мы не используем инструкцию для пользования холодильником или стиральной машиной, они, скорее всего, сгорят, или сломаются, или еще что-то будет. Так и этот мир, Господь, Он сотворил и дал инструкцию по эксплуатации свои десять заповедей, которые мы должны соблюдать как инструкцию от Господа. И то, что мы, слушаясь воли Творца нашего, мы, конечно же, являемся Его последователями, Его теми самыми овцами, которые слушаются Его. А те, кто не слушаются, опять же, есть сравнение, такое козвище... Значит, это волки съедят. Ну, их, да, есть и такая аналогия, да, что волк расхитит, да, и разведутся овцы, да, если пастри отымятся. А есть другая аналогия. На страшном суде овцы по правую, а козлищи по левую. Козлищи идут в ад. То есть все иллюзии, либо овцы, кроткие, смененные. Либо козлищи, да. Вот выбирайте, кого хотите. Здесь уже, как говорится, третьего не дано. Вот. Исходить из этого надо. Что это за способ такой врачевания водой? Ну, Господь, конечно же, все достаточно мудро устрояет. И во всех этих исцелениях Он, конечно же, предзнаменует дальнейшие события, дальнейшие действия Божественной благодати по спасению рода человеческого. Не сама вода, конечно же, исцеляла. Вода обычная, из родника текущей. То есть никаких лекарственных там в ней средств, или там серебра, или там еще чего-то там в ней не было. Это обычная вода. Исцелял тот самый ангел, который сходил на эту воду. То есть благодать Божия через ангела, даруемая, исцеляла того или иного человека. И другой вопрос, почему Господь через воду? Ну, здесь мы видим, что и в Ветхом Завете многие исцелялись через воду. И в Новом Завете также мы видим такие же исцеления через воду. Но вообще есть даже ветхозаветный устав, что в храм человек должен прийти, храм Соломона, только омывшись водой. То есть он не может там... Ноги. Да, с грязными ногами. Руки должен омыть, ноги омыть. И только тогда ему полагается войти в храм. Иначе нельзя. То есть это уже как бы такой долительный процесс воспитания в человеке, уважения к воде. Вот мы во всем этом видим. Ну и конечный этап этого такого воспитания то, что мы крестимся от воды. То есть крещение Господь также показал на своем примере от Иоанна Предтечи крестился в реке Иордан. И мы видим, что народ израильский, выйдя из Египта, он прошел Красное море по суху, то есть как бы через воду прошел. Потом он прошел через Иордан, который также разошелся, и также по дну реки Иордан прошел. Только после этого он вошел в землю обетованную. То есть вот это также предзнаменует крещение. То есть никто не может войти в Царство Небесное, не пройдя через воду крещения. Мы это тоже читаем. От воды и Духа Святого. Да, да. Это прямо слова, которые мы, по-моему, на прошлой передаче говорили, разбирали евангельский текст, что в беседе с Негодимом Господь говорит, тот, кто не родится от воды и Духа Святого, в Царство Небесное не войдет. Вот к этому. Есть ли какой-то символ еще этой купальни? То есть, видите, вода у нас про образ таинства, крещения, да, то есть еще много такого символизма. Ну, как храм. Купальня – это, наверное, как храм, получается. Да, мы видим, что, хотя и был храм Соломона, который сам Господь даровал построить его и осветил своим присутствием, и благодать Божия в нем, и Пресвятая Богородица в нем жила в храме, да, в Иерусалимском. Но мы также видим, что после распятия и воскрешения Христова храм Соломона исчез, его римляне разрушили, и благодать от него отошла. И сам Господь говорит в беседе с Самарянкой, что пришло время, когда в Духе будут поклоняться на разных местах, то есть не надо будет ходить в Иерусалим. В Духе Истины, да? Да, в Духе Истины, конечно. То есть в Духе Святом мы об этом говорим. И здесь вот это место исцеления, оно тоже было освящено пришествием туда Христа. То есть Сын Божий, придя в это место страданий и скорби, он его превратил фактически в храм свой, в храм Господа Иисуса Христа. То есть вот эти все люди больные, которые там находились, но они в основном все телесными болезнями, это, наверное, как вот наш символ. Ведь мы тоже все до единого человека, да, все люди, все больные, у всех есть душевные болезни. Ну и не только душевные. Мы все больные, наверное, от рождения, начиная у всех, либо переданы от родителей какие-то там генетические изменения, либо какие-то приобретенные болезни есть телесные. И, конечно же, нет ни одного человека, живущего на земле, ничем не болевшего и не болеющего. Это я говорю о теле, да. Но если брать сюда еще и душу, то еще больше болезней, потому что душевные болезни, как мы понимаем, намного тоньше, сложнее в излечении. И опаснее. Да, и они еще и передаются по наследству, так же, как и телесные. И, конечно же, они намного страшнее и опаснее, потому что если тело заболеет и умрет, ничего страшного с душой не происходит, то есть она идет в Царство Небесное. А вот если душа заболеет и умрет, она идет в ад к тем самым козлищам, да, вот это намного страшнее. И поэтому болезни, которые исцелялись вот в этой овчьей купеле, тут речь шла о болезни телесной, хотя в дальнейшем там Господь и говорит, что вот прощаются тебе грехи твои, да. То есть здесь связь есть, да, между болезнями и грехами. Безусловно, безусловно. Но невозможно человека разделить на две части, хотя мы состоим из двух частей, из духовной души человеческой и телесной, но как одно от другого отделить, при этом разделение происходит смерть. А болезнь – это как бы начало смерти, начало отторжения души от тела. То есть в той или иной части телесной начинает развиваться какой-то процесс, который эту плоть, которая содержит душа, он ее отторгает потихонечку. Ну, например, рука перестает двигаться, или какая-то мозговая деятельность нарушается, или там сердце начинает плохо работать, инфаркт, или инсульт, или что-то там с пищеварением происходит. То есть организм начинает умирать. Ну, частично. Ну, как вот мы говорили неоднократно, да. Например, человек гневливый, у него давление высокое подскакивает. Да, или там, если человек чревогодие, то у него, как правило, страдает желудок, кишечник или диабет начинается. Если человек злой, то у него там желчь там выделяется, или камни там, ну, связь есть. И даже есть такая фраза у святых отцов, что каким органом ты грешишь, тот орган и будет у тебя наказание, болеть у тебя будет. То есть здесь есть эта связь, поэтому Господь здесь также это и связывает. Поэтому болезни невозможно вылечить, не сняв грехов. Поэтому Церковь наша православная и учит, что хочешь исцеляться, исповедуйся, причастись, пособоруйся. То есть сними с себя грехи через эти таинства. И тогда исцеление произойдет намного легче и быстрее. То есть тогда и лекарства начинают действовать, когда человек соборуется, причащается, исповедуется. А до этого он что пил, что не пил, ну, не действует лекарство. Тогда вдруг и врачи находят причину болезни, потому что многие люди, например, ну, вот, например, начал человек худеть. А чего он худеет? Почему? Сколько не ищут, не могут ничего найти. Помолился, пришел в храм, причастился, исповедался. К врачам обратился. А, так у тебя же вот это. Сразу почему-то причина находится. А до этого она была сокрыта даже от врачей, не то, что от этого человека. Даже врачи не могли найти причину болезни. А, как вы понимаете, вылечить человека невозможно, пока ты не найдешь само заболевание. И это все взаимосвязано. То есть, ну, надеюсь, я на этих примерах показал, что грех, он является корнем болезни телесной. Как переводится вишезда? Дом милосердия, да. Здесь, ну, кроме овец, которых там купали, там мы видим сотни лежащих. И, естественно, их по... Ну, невозможно к ним с сердечной болью и с милосердием не отнестись в виде, как они страдают и мучаются. Поэтому и назвали так. Да. Пять крытых ходов, как мы с вами говорили, это та притвор, где лежали все больные. Есть ли какой-то тоже глубинный смысл, как мы с вами уже начали, да, такой духовный смысл? Безусловно, да, безусловно. Ну, Господь этот глубинный смысл даже вот в нашей руке сокрыл. Вот пять пальцев у нас. Они все обозначают наши пять телесных чувств. Да. Эти чувства отвечают... То есть обоняние, зрение. Да, осязание, обоняние, зрение, там, вкус и прочее. Значит, и мы этими чувствами можем грешить. И они могут у нас быть поражены теми или иными болезнями. Эти наши... Ведь есть органы этих чувств. Ну, например, зрение, да, вот глаза начинают слепнуть, там, или вкусовые, вот когда ковидом болеешь, там, запах исчезает, там, или у других, там, вкус пропадает. И так далее. Это можно, так сказать, много всяких таких закономерностей найти. И здесь пять этих притворов обозначали пять человеческих чувств, которые действительно так или иначе поражаются грехом. Тем или иным грехом. Каждый грех, он в той или иной степени связан с тем или иным чувством. Почему Господь-то задает такой, ну, для нас кажется вроде вопрос, хочешь ли быть здоров? Ну, кто же не хочет-то? Ну, да, действительно, как бы, что тут спрашивать-то? Но в этом вопросе есть очень глубинный смысл, который показывает отношение Господа к каждому человеку. Ведь Господь нас создал по своему образу и подобию. А значит, и свобода воли каждому Господь даровал. Поэтому он здесь этим вопросом прежде всего показывает, что он спрашивает мнение человека. Ему оно важно, и к нему относятся с бережностью, с любовью, к мнению человека. Он обязательно спрашивает, ну, ты хочешь исцелиться? Это не потому, что там поиздеваться над ним, да, можно так подумать, ну, кто же не хочет, ну, что за вопрос такой? Нет, в этом вопросе как раз любовь Господа и уважение к свободе выбора, к свободе воли сокрыто. Ну, конечно же, и в этом же вопросе мы видим вот такую, как бы, проверку человека, больного человека на его смирение, на его кротость. Потому что если бы, вот мы бы отреагировали, да ты чего ты там, что ж такое говоришь-то, кто же не хочет, да, это возмущение, да, у нас бы возникло. А у этого человека никакого возмущения не было. Он кротко и спокойно ответил, да. То есть больше даже для окружающих. Там были люди, да, и здесь, наверное, было такое показывать терпение. Начался как раз этот разговор весь, да? Ну, здесь и для нас, не только для окружающих. Мы же читаем это Евангелие уже две тысячи лет, да, и каждый на этом примере учится кротости и терпению, и смирению человека, пребывающего 38 лет в болезни. Расслабленность – это паралич, да? Расслабленность, да, скорее всего, это был паралич. То есть человек сам не мог даже встать и подойти к воде. Он говорил, что нету человека, который бы меня туда, так сказать, опустил. Не подвел, ни там как-то чего. А именно опустить даже надо было его. То есть не было людей, и значит, у него не было сил на это. Скорее всего, это была расслабленность, и он мог только говорить. Даже непонятно, как он существовал, как он кушал, как он там, естественно, нужды какие-то справлял. Вот это все сокрыто для нас. Но, скорее всего, кто-то там с милосердием к нему относился и помогал ему хотя бы в этих естественных необходимостях. Ну, здесь вот Господь его как раз и выбрал по тем качествам, которые в этом вопросе мы видим. Как и все окружающие, кто участвовал, безусловно. Там, повторюсь, нету места, чтобы один здесь лежит, другой там в другом помещении лежит. Там целиковое помещение, и все, кто там лежали, все, безусловно, участвовали в этой беседе, слушали, видели происходящее. Это было на глазах и на слухе у всех. Нам важно, наверное, отметить все качества этого человека, потому что какой для нас пример, да? Почему же, как правильно сказали, что из множества людей именно только к этому человеку пришел, да? То есть, вот мы отметили терпение его, да, смирение. Ну, действительно, чтобы последовать примеру этого человека... Чтобы Господь к нам пришел. Да, нужно нам поучиться у него. То есть, ведь, повторюсь, там сотни лежали. Почему из этих сотен выбрал именно этого человека, Господь? То есть, надо задаться этим вопросом, и чтобы этот вопрос нам дал ответ, что сделать, чтобы и нас Господь также избрал из даже не сотен, а тысячи миллионов людей, живущих на планете Земля. Но вот терпение и смирение, это мы уже поняли. Конечно же, и послушание, потому что мы видим, что лежачий, больной, который даже встать сам не может, ему Господь повелевает, встань, возьми кровать твою и иди. И он по послушанию, он не спрашивает, а ты кто такой-то? А что ты тут мне командуешь-то, да? И что это я вдруг тебе должен слушаться? Ну, как некоторые могли бы отреагировать. Да, да иди ты отсюда. Я тут сколько лежу? Я лежу, тут жду, а ты мне тут вот это самое... Он же как к простому человеку же относился к Господу. То есть, Господь ничем не отличался от многих сотен людей, которые там находились в это время и стояли рядом, может быть. Почему именно так отреагировал на него больной? Да потому что он ко всем так и относился. Он просто послушался, встал и взял одрок. И в этом он получил исцеление. Кроме того, мы видим и веру у него. Ведь 38 лет находиться на этом месте, невозможно без веры, что это чудо происходит. Это надо веровать, что Господь действительно здесь исцеляет. Ведь многие туда и не приходили. Мы видим, как Господь исцелял в других городах. Почему те сюда не пришли для исцеления, а именно там? Ну, потому что они в это не верили. Или, может, вообще даже не знали об этом ничего. А этот человек нашел это место. То есть, он ищущий был человек, он это место нашел, он веровал в Бога. И мы читаем Евангелие, и Господь так и говорит, ищите и обрящите, стучите, и вам отворят. Вот здесь, собственно, это и произошло. То есть, послушание, поиски Бога, вера в Бога, кротость, смирение, терпение. Потому что, если бы он не был терпеливым, он бы не дождался бы Господа. А терпение связано с благодарностью ведь. То есть, уныния не было. Мы-то сразу, или даже, вот, например, человек заболевает, да. Ну, первое время, наверное, может быть, как-то там и смиряется. Ну, вроде потерпеть. А когда уже проходит какое-то время, и человек начинает уже... Да, унывать начинает, или там роптать, или там раздражаться. И на окружающих тоже бывает сказывается. Да, да, вы все не понимаете, как мне тяжело, вот вы там меня не любите. А здесь 38 лет. А здесь 38 лет человек совершенно смиренно, спокойно, терпеливо переносил все эти невзгоды, тяготы, болезни. Тяжелейшая болезнь, расслабленность. То есть, паралич тела – тяжелейшая болезнь. То есть, даже естественные нужды, я думаю, без посторонней помощи человек этот не мог, так сказать, как-то соблюдать. И, естественно, это каждый день в течение 38 лет – это ужасно. Ну, и для нас тоже такой пример, да, когда сказал больной, расслаблен, да, что человек неимым. То есть, для нас тоже пример. Если нас оставляют люди, что не надо в этом унывать, что Господь всегда с тобой. Он же одинокий. Ну, да, да, это часто я слышу, вот, как я один справлюсь, а как вот там старость там наступит, что же я буду делать там, а вот там болезнь, да, вот там, не знаю, работа там или еще что-то. То есть, это постоянно у многих людей в голове присутствуют вот эти вот такие унылые помыслы. А уныние, оно происходит из отсутствия упования на Бога. Вот здесь мы видим четкое упование человека на Бога. Это еще одно из добрых качеств его души. Он уповал на Бога, ждал и дождался. То же самое и каждому сейчас человеку, так или иначе, ищущему помощи Божией, нужно иметь твердое упование, надежду на Бога, без ропота, без уныния, уж тем более без раздражения и прочего. Ждать и молиться, и Господь дарует того, что нужно. Да, и еще можно, забегая вперед туда, да, дальнейшие события, когда дальше складывались, когда он выздоровел, он пошел и смело проповедовал, да, что это Господь, его Иисус Христос исцелил, то есть его мужество такое было. Это да, каждый человек, который на тот момент исповедовал Господа Иисуса Христа, евдеи договорились его отлучать от синагоги. Что значит от синагоги? То есть это общность иудеев, которую возглавлял Синедрион, верующих иудеев, который рассматривал принять на работу, не принять, дать там прописку в этом городе, не дать, сделать его изгоем или не сделать. Он даже мог запретить продавать ему какие-то предметы необходимые, там, пищу или еще что-то. Но человек не побоялся ни Синедриона, ни синагоги. Он пошел и сказал, и проповедовал, что Господь меня, Иисус Христос, исцелил. И это, конечно же, храбрый подвиг. Мы помним, что апостолы в ужасе разбежались все, когда Господа взяли под стражу. И потом прятались от иудеев, страха ради иудейска, как в Евангелии написано. А вот он не побоялся, а он пошел и заявил. То есть это говорит о его внутреннем таком мужестве. – Немножко назад еще вернусь, о том, что человек анеимом сказал, сам больной. Это, наверное, про наше общество, мы часто не имеем поддержки. И когда мы читаем Пуэнтипилат, когда уже перед распятием, он сказал «все человек». Здесь, наверное, тоже есть связь. – Действительно, это то же самое, что мы и перед этим говорили, что когда мы не имеем человека рядом близкого или какого-то помогающего, мы имеем другого человека, человека с большой буквы, о котором сам Пуэнтипилат даже заявил «се человек». Причем человек с большой буквы, потому что Господь восприял на себя человеческий облик и человеческое естество, и он, будучи Богом, Сыном Божиим, он является еще и человеком. И так как он всегда рядом с нами, то мы всегда имеем человека рядом с собой, с большой буквы человека. – Зачем Господь не просто исцеляет, а исцеляет и говорит еще «возьми с собой постель, одар твой и иди». То есть человек должен взять с собой, накинуть и идти через город, получается. – Ну, здесь уже Господь, конечно же, преследовал такую цель, как проповедь. То есть мы понимаем, что Господу было важно, чтобы узнал не только один этот человек о том, что он его исцелил, но и все другие узнали. И в том числе и Снедрион, в котором потом его спросил сами первосвященники, а что это ты в субботу тут носишь свою кровать-то? Запрещено в субботу вообще чего-то носить. – Вообще удивительная реакция, да? То есть человек тут встал. – Человек 38 лет был лежачим, бездвижимым, а тут вдруг встал, взял постель и пошел. Они говорят, а ты чего это пошел-то? – Чуть в субботу ты ходишь, да? – Да, в субботу тут кровать свою носишь. То есть даже мысли не возникло у них спросить, а ты как исцелился-то? А что это такое-то? Нет, ты чего на кровать-то несешь чего? Вот это в другом месте Евангелии сказано. Комаров отсеживает, а верблюдов проглатывает. То есть здесь ярко это видно. И когда он взял свою кровать, безусловно, он привлек к себе огромное количество людей внимания, в том числе и первосвященников. И эта проповедь, она таким образом стала известна всему Иерусалиму. Вот исцеление одного этого человека, если бы он просто встал и ушел, и оставил там кровать, никто бы об этом не узнал. – А почему иудеи вот так вот накинулись? То есть они завидовали, получается? – Ну, конечно же, зависть, конечно же, злоба, нежелание подчиниться воле Божией. Они хотели жить по своей воле, по своим принципам, по многим уже установленным ими самими законам, не Богом, не пророком Моисеем. Господь говорит, был бы здесь Моисей, он бы меня узнал, или там Авраам, он желал меня видеть. А они не желали его ни видеть, ни слышать, ни исполнять то, что он им принес. И, естественно, все, кто последовал за Христом, проповедовал его, веровал в него, также становились им ненавистными, потому что через них, опять же, приходила информация о Христе. И, опять же, до них доходила проповедь христианская. Естественно, они со всеми, ну, как Лазарь Четверодневного, они тоже договорились его убить просто. Лазарь, чтобы вот он воскрес, и этим он также проповедует чудо, своей жизнью проповедует. Он может молчать, но просто его появление в народе уже является проповедью. Он просто будет сидеть молча и смотреть там на землю. Но он в своем присутствии проповедует Христа. Его надо убить. А Господь специально исцеляет в субботу? Конечно же. Он в другом месте, когда, по-моему, Сухорукова исцелил в Капернауме, я сейчас точно не вспомню, но при одном исцелении он говорил, что Господь есть, Сын Человеческий и субботе. То есть Он повелевает и субботе. То есть Он над нею стоит. Не суббота над ним, а Он над субботой. И здесь он специально, опять же, это показывает, что должно ли делать добрые дела в субботу. Как раз вот про Сухорукова я правильно вспомнил. Там как раз начальник синагоги сказал, не надо исцеляться в субботу. Вот приходите к нему во все другие дни. А в субботу не надо приходить к Господу за исцелениями. Все, в субботу надо быть, так сказать, молиться и вот больше ничем не заниматься. И Господь и там в субботу исцелил. Причем так же показательно исцелил. То есть сказал, выйди, Сухоруковому, выйди на середину синагоги, чтобы все тебя увидели. И протяни руку. Он протянул руку, она у него не исцелилась на глазах у всех. И они что? Вместо того, чтобы удивиться и возрадоваться чудо, они восплали яростью, гневом к Господу. Потому что, ну, такой проповеди бессловесной. То есть Господь ничего не сказал. Не говорил о себе ничего. Он просто взял и исцелил человека. Причем при этом спросил у них, а надо в субботу исцелять или не надо? Они молчат. Ну, вот здесь получается тоже гнев. И поэтому, наверное, Господь по этому скрывается, да? Чтобы немножко учихомирить их, чтобы гнев больше такой не возбудить. Ну, Господь, Он же милостив ко всем, в том числе и к борющимся против Него. Он же нас говорит, призывает, что молитесь и за врагов ваших. И здесь Он к своим врагам, которые хотели Его убить, Он также с милосердием относится. И поэтому, чтобы они не согрешили еще больше и не стали Его гнать, и через это мне заслужили еще большего наказания, Он просто удаляется. Оставляй им в качестве проповедников вот этого исцеленного. Этого достаточно. Сам факт исцеления вот этого человека, Он уже достаточно проповедует Христа. Уже ему даже там особо не требовалось находиться. Там Лазарь проповедует, там этот Сухорукий проповедует, этот исцеленный проповедует. Те пять тысяч человек, которые накормил Господь, там, пятью хлебами проповедует и так далее, и так далее. Каждый, кто участвовал в его чудесах, он становился проповедником христианства. Ну, и для нас там тоже такой пример, да? Сделай доброе дело и уходи. А мы, да, уже от обратного исходим, что да не знает твоя левая рука, что творит правая рука. То есть мы, если даем милостыню, то даже одна рука другую не должна, так сказать, ублажать и радоваться тому, что мы делаем дела милосердия. Тем более похваляться этим, тем более ставить себе это в какое-то значащее общечеловеческое делание ни в коем случае не надо. То есть надо делать все в тайне, тогда Господь, видя тайны, воздаст явно. Это тоже фраза из Евангелия. И поэтому Господь здесь нам пример показывает свои кротости и тайного делания таких добрых дел, удаляясь оттуда, удаляясь. У нас немножко не по теме. Вот телезрители попросили ответить на вопрос. Вот от соседей достались иконы. Что с ними делать? Ну, можно их в храм принести, осветить и поставить их там в красный угол и молиться. Хорошие иконочки. Единственное, что, может быть, курили соседи или еще как-то они были, может быть, осквернены. Мы же не знаем, что там происходило у соседей. Поэтому лучше их все-таки осветить и пользоваться ими, молиться. А вот такой еще есть вопрос. А вот наш натильный крестик, за ним как-то надо ухаживать, нет? То есть вот как покрестили, человек одел, или надо периодически в крещенскую воду опускать? Я думаю, уже все достаточно было. Господь, единожды, так сказать, крестимся и освящается вещь. Также единожды, если ее потом не оскорняют. И крестик, который висит на нас, я думаю, уже ничего с ним делать не надо, потому что он уже освященный. Главное не снимать. Да, снимать его не надо, но и оскорнять его тоже не надо никоим образом. У нас осталось и очень много времени, наверное, минут три. И очень важно, наверное, в конце, что Господь встретил его в храме этого человека. Да, еще была вторая встреча, еще был такой второй разговор Господа с ним, когда он подошел в храме к нему и сказал, «Иди, больше не согрешай, дабы не было тебе чего хуже того, что происходило». Это такое предупреждение. Наверное, каждому из нас оно важно, потому что мы все, как и этот человек, так же согрешаем, но стараемся очиститься. И здесь мы видим, Господь его очистил от греха, и исцеление его произошло, как доказательство его очищения от грехов. И эта фраза во втором моменте его встречи в храме, она также показывает, иди больше не греши, прощаются тебе грехи твои. То есть это мы видим, что и нам также необходимо обязательно очищаться от грехов и стараться больше не грешить. Насколько это возможно? Ну, по крайней мере, такими смертными грехами. Потому что есть грехи не к смерти, а есть грехи к смерти. Об этом также апостолы пишут. Да, и важно, что все-таки человек пошел не гулять куда-то, да, там, по своим делам. Пришел в храм, наверное, и возблагодарить Господа, да? Ну, конечно же, человек, 38 лет находившись в таком вот лежачем состоянии и вдруг исцеленный чудесным образом, ну, конечно же, первое желание у него поблагодарить Бога, и поэтому он пришел в храм с благодарностью. А почему именно в общей купели, вот такие происходили исцеления, мы знаем из другого, так сказать, предания церковного, там, на дне этой купели лежало древо, из которого потом сделали крест Господень. А это древо, тот самый посох, который Авраам дал лоту, тот поливал, а посох этот был, Авраам оставлен тремя ангелами, пришедшими мне. То есть самим Богом посох был дан Аврааму, Авраам дал лоту, чтобы тот его поливал, выросло древо, это древо принесено, потом было срублено, принесено в Иерусалим, и вот попало в эту овчую купель. И ради этого древа, из которого потом сделали крест для распятия Христа, исходил ангел в эту овчую купель. Очень интересно. Ну, наше время уже завершается. Благодарим вас, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо. До свидания. На сегодня все. До свидания.